Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Корпоративная миссия АСАРТ. 16-й межрегиональный турнир по боксу. Обновленный зал детско-юношеской спортивной школы. На Смоленск АЭС в работе первой и второй энергоблоки общая мощность составляет 2103 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 31 мая находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии за 12 дней ноября составила 555 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 25 миллионов. С начала года выработано 16,5 миллиарда киловатт-часов сверх плана 512 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 12 ноября в концерне «Росэнергоатом» проходит одно из главных событий 2018 года. Опытные эксперты из 12 стран мира впервые в России проводят корпоративную миссию АСАРТ. Две недели они будут выполнять комплексный анализ девяти областей деятельности центрального аппарата и трех атомных станций – Смоленской, Балаковской и Кольской – на соответствие нормам безопасности Международного агентства по атомной энергии. Возглавит команду руководитель секции МАГАТЭ Питер Тарен. На Смоленской АЭС с 14 по 16 ноября будут работать 4 эксперта и 2 наблюдателя. Более 80 боксеров из 15 городов России и Белоруссии приняли участие в 16-м межрегиональном турнире по боксу, который прошел с 8 по 11 ноября в Атамграде-Десногорске. Торжественное открытие 16-го межрегионального турнира по боксу состоялось в 9 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». С приветственным словом выступил заместитель директора Смоленской атомной станции Владимир Исаев. Я хотел бы вам пожелать нового победы, нового спортивного удачи, хорошего и, конечно, убийства. Главный судья турнира Борис Усольцев, мастер спорта СССР, профессор Балтийского технического университета. 12 судей оценивали поединки под его руководством. Состязаться за звание сильнейшего боксера приехало более 80 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Бокс – зрелищный вид спорта. Изощрённые приёмы, точные удары, правильная стойка. Психология – ключ к успеху в поединке. Боксёрские бои всегда смотрятся динамично, что и нравится в этом виде спорта зрителям. Ощущаю удовольствие от этого мероприятия. Я за всё время здесь, сколько в Десногорске живу, я два турнира пропустил только всё. Уровень бокса не только у Десногорских спортсменов растёт, а тут и другие команды. Приезжают уже такие подготовленные ребята, так что палец в рот не клади, откусит сразу. Чтобы выйти на ринг, необходимы годы тренировок. Чем больше подготовки, тем больше спортсмен готов к полноценной схватке. Порой к концу трёхраундового боя у соперников не остаётся сил. Для десногорских боксёров этот турнир – отличная возможность оценить свой уровень и готовность представлять Смоленскую область на всероссийских соревнованиях. Илья Песегов тренируется в клубе ринг четыре года. Финальный бой он провёл с соперником из Балашихи. На протяжении всех трёх раундов он доминировал над противником и выиграл по очкам. Поддержка же, конечно же, помогает. Ну и опыт. С каждым боем, когда всё дальше-дальше двигаешься, тебе же становится как-то легче боксировать. Для брата Ильи – Никиты Песегова – это последнее участие в турнире. Он провёл два поединка, достойно выступил в финале, обыграв спортсмена из Витебска. В следующем году он уедет учиться в другой город. Однако заканчивать свою спортивную карьеру не собирается. Мне нравится бокс. Я буду заниматься, пока позволяет здоровье и возраст. Здесь хорошие спонсоры, призы, участники. Относятся хорошо организаторы к участникам турнира. А вот Рафаэлю Джавадову в этом году не повезло. На протяжении уже пяти лет он становился победителем этого турнира. В этом году он проиграл финальный бой и стал вторым. Может быть, физухи не хватило сил. Вот это главное. Вот это главное, что не хватило. Среди десногорцев победителями стали Илья и Никита Песеговы, Березовский Денис, Егор Лаухин. Второе место у Рафаэля Джавадова, Кирилла Бирюкова, Даниила Спиридонова, Данила Курдибаха. Победители и призёры были награждены медалями, кубками, грамотами и подарками от первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. В детско-юношеской спортивной школе Десногорска после капитального ремонта открылся спортивный зал. Средство на его обновление в размере 1,2 миллиона рублей выделила Смоленск АЭС в рамках программы «Любимый город». Юные спортсмены уже приступили к полноценным тренировкам в комфортных условиях. Детско-юношеская спортивная школа в Десногорске открылась в 1985 году. Её основатель, мастер спорта по борьбе самбо Савинич Николай Владимирович, положил начало развитию дзюдо в городе. На базе школы работают отделения под дзюдо, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, оздоровительные группы. Ежегодно здесь занимаются около 500 детей в возрасте с 6 до 18 лет. В спортивном зале очень давно не проводился ремонт. Условия для занятий оставляли желать лучшего. Решение нашлось благодаря программе «Любимый город», реализуемой совместно Смоленск-АЭС и администрацией Десногорска. Необходимые средства на ремонт были выделены атомной станцией. Благодаря усилиям Смоленской атомной станции Павлу Алексеевичу Лубенскому и при поддержке администрации нашего города Андрея Николаевича Шубина мы сейчас находимся с вами в обновленном красивом спортивном зале, который стал теплым, уютным и доставляет эстетическое удовольствие и нам, и родителям, и детям. Юные воспитанники секции дзюдо уже оценили новое, удобное пространство зала. Мне нравится, как красиво у нас в зале. Здесь удобно заниматься. Мой тренер очень мне нравится. Я очень хотела сюда пойти. Мне очень удобно в этом зале заниматься. Он теперь очень красивый. Нам здесь так нравится, вы не представляете. Это спортивный зал, шикарный, просто новый. Вообще, вот после ремонта он выглядит совсем по-другому. Он такой яркий. Дети с удовольствием занимаются. Видно, что именно здесь, вот, любят, детей ждут и занимаются с душой. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 14 ноября в ЦСОНИ-3 на 18.30 пройдет программа «Будьте счастливы, фантазеры-мечтатели». В программе концерт с участием детских творческих коллективов профсоюза Смоленской атомной станции и присуждение почетного звания «Светлячок». 17 и 18 ноября в физкультурно-оздоровительном центре Десна пройдет первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд «Динамо-Росэнергоатом» САЭС «Десногорск» и «Арсенал-2» город Тула. Игры состоятся 17 ноября в 18.00 и 18 ноября в 11.00. 20 ноября Совет ветеранов Смоленской АЭС организует выставку творческих работ, которая будет размещена в здании информационно-аналитического центра, 3-й микрорайон. Приглашаем всех желающих. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok